К пяти часам старое научно-литературное общество старой столицы провинции собралось в полном составе. Дон Сервандо, профессор теории литературы, закадычный друг, если ему верить Нуньеса де Арсе и Дона Рамона де Кампо Амора, уже возложил, как бережно создатель, три четверти туловища на спинку кресла. А Дон Мануэль, слащавый писарь из нотариальной конторы Транкоса, уже произнес, как каждый вечер, свои прекрасные слова о черном плаще непроглядной ночи. Общество вот уже сколько лет ждало лишь этих последних знаков, чтобы объявить заседание открытым, а двери запертыми. Члены его, господа осмотрительные и консервативные, впрочем, любящие прогресс, только разумно понятые и привыкшие день за днем совершенствовать свои привычки и манеры, успели молча покурить, пролистать лотарды и прочитать в ней некрологи, а также выпить по чашечке кофе. Никто не брал слова, пока не соберутся все. То было молчаливое соглашение, освещенное годами обычаи, которые никто и ни за что на свете не осмелился бы нарушить. Было принято обсуждать серьезные вопросы, связанные с политической и экономической жизнью страны, и лишь изредка, как маленькая вольность, допускалась беседа о возлюбленных Альфонсо XII или почти невероятной ловкости Торреро Мацантини. Запевал и выступал, как правило, дон Сервандо, приходивший почти всегда последним. Однако в тот день, едва профессор собрался начать свои разглагольствования, как дон Даниэль, косматый дон Даниэль, сделал ему знак рукой, как бы призывая к молчанию и в то же время прося слова, и сказал. Синьоры, я много лет изучал вопрос, который всегда не давал мне покоя. Вчера вечером я, наконец, добрался до его сути. Так сказать, нашел ключ к загадке. Дон Даниэль был старый бородатый врач, федералист-республиканец. Говорят, в юности у него был роман с одной герцогиней, весьма влиятельной при дворе, и когда дама ему надоела, и он объявил ей это, она, рассверепев, бросила ему в лицо склянку купороса, отчего остался ужасный шрам на шее и подбородке. Что в этом рассказе правды сказать трудно, поскольку шея и подбородок дона Даниэля утопали в бороде и совершенно не поддавались обследованию. Члены общества сделали ему знак говорить, и дон Даниэль глухим от волнения голосом начал излагать свои мысли. Синьоры, экономике нашей страны угрожает крах. Это давнишнее явление, и пора уже перестать жаловаться и искать выход. Я буду краток, и в немногих словах обрисую вам ту единственную меру, которой мы должны добиваться от властей. В Испании, друзья мои, надо немешко уничтожить всех коз. Да, коз надо истребить, чтобы мы могли жить спокойно. В Испании, синьоры, низкий жизненный уровень, потому что у нас нет промышленности. Обратим взор за границу, и нам нетрудно будет увидеть, что страны с процветающей промышленностью, Англия, Пруссия, Франция, подняли уровень жизни своих граждан на невидимую высоту. И вот я спрашиваю вас, синьоры, почему в Испании нет промышленности? Ответ напрашивается сам собой. В Испании нет промышленности, потому что испанцы не склонны работать. Что же, ленятся они, или у них мало-помалу отбили охоту работать? Я много думал об этом, и излагаю вам прежде, чем кому-либо мои размышления еще не вполне упорядоченные. Испанец мало склонен к работе, потому что, не будем себя обманывать, нация разорена. Не пугайтесь, мой тезис конструктивен. Почему разорена наша благородная и старинная нация? Да потому что мы не едим мясо. А испанский народ, мои дорогие друзья, не ест мясо, потому что Испания, вопреки всему, что о ней говорится, не скотоводческая страна. Знаете почему? Ответ очень прост. Испания не скотоводческая страна, потому что в ней нет пастбищ. Кроме нескольких участков на северном побережье, в Испании пастбища либо выжжены, либо вообще исчезли. Можно ли помочь этому горю? Я думаю, да. Рассмотрим причину. В нашей стране нет пастбищ, потому что не выпадают дожди. А почему нет дождей? Меня могут спросить, чем виноваты мы, испанцы, что на нашу землю не падает божественная благодать, именуемая дождем. Очень просто. Дождь не падает на наши поля, потому что у нас нет лесов. А этому нельзя помочь без быстрого вмешательства властей. В Испании нет лесов, потому что как только появляется деревце, как только нежный росток показывается из-под земли, чтобы насладиться теплой лаской солнца, цап! Приходит коза и съедает его. Покончим с козами, если мы хотим процветать и идти вперед. Другого решения нет. Дон Даниэль тяжело уронил голову на грудь. Столько лет неустанных трудов. Друзья в этот вечер смотрели на него с особенной нежностью.